Кейн Энтертейнмент представляет Выбор перков и модернизаций По очкам боеспособности Средний показатель среди артиллерийских эсминцев на 10 уровне 27900 с навыком командира Мастер борьбы за живучесть Например, у Хабаровска 26000 очков боеспособности Но он может компенсировать малый запас боеспособности ремонтной командой или же дымами У него они в одном слоте на выбор А вот среди эсминцев похожего геймплея, например, Харигумы У него запас боеспособности 29100 Или Эльбинга, у которого 34400 Есть еще Даринг, у которого геймплей строится по той же схеме Но он маленький артиллерийский эсминец У которого 113-мм артиллерия И в общем-то он хорош на близкой и средней дистанции Что нельзя сказать про Гданск Поскольку в одном бою я встретился с японским артиллерийским эсминцем 9 уровня Китакадзе И в ближнем бою, на дистанции менее 5 километров от него Я чуть не отъехал от его скорострельной артиллерии Которая распиливала мой несчастный Гданск Как Минотавр или Остин распиливает эсминцы Разумеется, я знал про его скорострельную артиллерию Но я рассчитывал на то, что вес моего залпа выше, чем у японца И я нанесу ему больше урона за залп, чем он нанесет мне Но когда я понял свою ошибку, я вовремя вспомнил про торпеды Которые и спасли мой эсминец от уничтожения И кстати, обратите внимание, что мне понадобилось 2 попадания торпед Для того, чтобы добить ополовиненный вражеский эсминец Артиллерия представлена калибром 139 миллиметров Скомпоновано в трех-двух орудийных башнях И одной-одноорудийной башне, которая находится на корме эсминца Начну, пожалуй, с недостатков этой артиллерии Первое, это отсутствие бронебойных снарядов Которые в некоторых ситуациях помогли бы мне быстрее разобраться с вражеским крейсером или линкором Который стоял бы ко мне бортом Такой случай у меня уже был в рангах Когда я зашел в борт к советскому крейсеру Москва Да, и с авиками тоже была такая же ситуация Когда я не мог наносить нормальные цифры урона в борт противнику Мне кажется, если бы на этом эсминце был второй тип боеприпасов То вряд ли бы он сильно перегибал в борьбе с крейсерами Но для комфортной игры среднестатистического игрока он точно поспособствовал бы Второе, это медленная скорость поворота орудий 20,7 секунды на 180 градусов Для эсминца это весьма большое время поворота орудий И вблизи, когда противник неожиданно на нас выскочит с другой стороны Каждая секунда будет на счету Еще один параметр, который я, к сожалению, не могу вам продемонстрировать Это углы горизонтального наведения орудий То есть, если мы стоим бортом к противнику, то все нормально Но если мы отвернули от него и убегаем То вести огонь по противнику с передних башен под определенным углом не получится Хотя на других эсминцах подобного класса башни наводятся нормально На Гданске приходится сильно подставлять борт Что облегчает противнику задачу по нам попадать И, наверное, еще один минус Это небольшая дальность действия артиллерии В базе всего лишь 12 километров Который можно разогнать с помощью навыка командира, мастера, ГК и ПВО До 14,14 километров Из преимуществ этой артиллерии довольно-таки высокая скорострельность для такого крупного калибра Все, что я смог выжать с этой артиллерии, это 3,1 секунда Плюс еще можно взять отчаянный, который при ополовиненном столбце боеспособности даст неплохое преимущество в скорострельности Рассеивание на 14,14 километра 114 метров Для эсминца с семью орудиями это довольно-таки хороший показатель кучности снарядов Максимальная альфа фугасного снаряда 2000 Шанс на поджог в базе 10% Его можно разогнать флажными сигналами Виктор Лима и Индия Икс Рей до 11% И плюс навык взрывотехник дает максимальный шанс на поджог в 12% Начальная скорость полета снаряда в 840 метров в секунду Для меня это комфортная баллистика, которая позволяет неплохо настреливать урон по линкорам на дистанции в 12 и более километров А также позволяет неплохо перевешивать некоторые острова на карте, если союзники будут давать свет По навыкам командира, первое что я взял это профилактика из последних сил Мастер борьбы за живучесть, мастер маскировки, специалист ГК и ПВО, мастер ГК и ПВО Дальше я буду определяться между навыком отчаянный, который я очень хочу взять И тогда у меня остается одно очко навыков, которое я точно потрачу на наводчика, что даст мне преимущество в ближнем бою с эсминцами, пусть и незначительное И второй вариант это взрывотехник и мастер снаряжения, который продлит время работы форсажа, РЛС и дымогенератора на 10% По времени это составляет плюс 2 секунды к работе дымогенератора, плюс 9 секунд к работе форсажа и плюс 1 секунда ко времени работы РЛС Что не так уж и много, но это навык за 2 очка, то есть не самый дорогой Еще второй вариант это взять суперинтендант, который увеличивает количество зарядов снаряжения, что в затяжных боях может пригодиться Когда у вас заканчиваются дымы и вам приходится стрелять по противнику в открытую, поскольку закончились дымовые завесы Или же другие расходники по типу РЛС, который имеет короткое время перезарядки всего лишь 60 секунд Да, у меня были случаи, когда РЛС заканчивалась под конец боя и мне нужно было еще хотя бы одна РЛС, чтобы обнаружить и добить вражеский эсминец По модернизациям в первом слоте основное вооружение, во втором защита машинного отделения, в третьем система наведения, в четвертом энергетическая установка, в пятом система маскировки и в шестом орудие главного калибра Во втором слоте можно взять угольную модернизацию поисковая РЛС мод 1 Вместе с навыком командира мастер снаряжения это добавит плюс 3 секунды ко времени работы РЛС, что на мой взгляд не очень много Либо же второй вариант это взять угольную модернизацию форсаж модификации 1, которая продлевает время действия форсажа на 30% С этой модернизацией время работы форсажа составляет 117 секунд Если я буду часто играть на этом эсминце, то я бы поставил именно эту модернизацию Так как мне в некоторых боях, когда я остаюсь единственным эсминцем в своей команде Для того, чтобы получить преимущество, мне нужно захватывать точки, которые моя команда так любезно отдала противнику 90 секунд бывает не хватает для того, чтобы вовремя доехать до нужной точки Пока что мне этот эсминец не сильно понравился и я не думаю, что я буду часто на нем играть Поэтому я не взял ни одну модернизацию за уголь во второй слот Торпедное вооружение представлено двумя пятитрубными торпедными аппаратами, расположенными вдоль корпуса эсминца То есть можно сбрасывать как с правого, так и с левого борта Что в отличие от предшественника очень хорошо Время перезарядки 106 секунд Дальность хода торпед 10 километров Максимальный урон слабенький 11200 Скорость хода торпед 86 узлов в базе Можно разогнать модернизацию в третьем слоте и навыкам командира Но поскольку я использую это вооружение крайне редко и оно малоэффективно Поэтому разогонять это вооружение модернизациями и навыками командира я не вижу никакого смысла Глубинные бомбы на этом эсминце я успел применить только в одном бою Так как в большинстве боев подводные лодки лопались до того, как я смог до них подойти Базовый урон 2400 Это средний параметр, но скорее всего ближе к низкому Количество зарядов 2, бомб в заряде 12 Самый низкий урон глубинных бомб 1700 у паназиатского Юянга Самый высокий урон 5100 у американцев и 5000 у британцев Рекордный показатель есть лишь только у одного эсминца На французе Марсо 5700 Так что я считаю 2400 это средний урон глубинных бомб среди эсминцев В параметре ПВО эсминец не особо сильно выделяется, так как у него отсутствует дальняя аура Ближняя аура обладает низким уроном в 43 единицы А вот средняя аура обладает очень высоким уроном 262 единицы с навыками командира на ПВО Заметность эсминца с самолета 3,8 километра Дальность действия средней ауры ПВО 4 километра В общем люстры, которые авики любят ставить над эсминцами Гданск будет очень хорошо сбивать своей средней аурой Но нормально отбиваться от ударной авиации он точно не сможет По маневренным данным максимальная скорость хода 41,2 узла в базе С флажком Sierra Mike 43,3 узла Это очень хороший показатель для эсминца, который поможет избежать некоторых неприятных ситуаций Например попасть под ПМК немецкого линкора или под РЛС крейсера Максимальная скорость хода под форсажем без флажного сигнала Sierra Mike 44,6 узла Радиус циркуляции 810 метров Примерно столько же, сколько и у Гинденбурга Для эсминца это очень большой показатель Поэтому в острова на нем лучше не заплывать Так как маневрирует он там крайне хреново И нарваться на торпеду более проворного собрата не составит никакого труда Старайтесь держаться ближе к открытой воде или же за островом Так чтобы в них не заплывать Где вы будете ограничены в маневренности По маскировке имеет худший параметр среди эсминцев подобного типа Заметность Гданска с кораблей в максимальной прокачке 7,3 километра К примеру у немецкого Эльбинга в максимальной прокачке заметность кораблей 6,5 километров Харигума вообще светится на 6,2 километра Если взять полноценный артиллерийский эсминец без дымов типа Марсо В максимальной прокачке его заметность 7 километров Так что даже эсминец, который превосходит по артиллерии Гданск Обладает лучшей маскировкой на своем уровне, чем у него Если взять Клибер, упороть полностью в маскировку, его заметность 7,7 километра Что всего лишь на полкилометра больше, чем заметность Гданска А на артиллерии под расходником ускоренной перезарядки ГК Клибер точно разберет Гданск Давайте подытожим, сколько плюсов и минусов есть у этого эсминца, на мой взгляд Из минусов небольшой запас очков боеспособности по сравнению с однотипными эсминцами Артиллерия имеет сразу несколько минусов Первый это отсутствие бронебойных снарядов Второй это малая эффективность на близкой дистанции И третье, артиллерия уступает по максимальной дальности действия немецкому и французскому эсминцу По торпедам также есть ряд недостатков Это низкий урон по сравнению с другими однотипными арт-эсминцами Торпеды имеют невысокую дальность хода Например, у того же Харигумы торпеды идут на 12 километров У Эльбинга на 13,5 с маскировкой Гданска играть от торпед будет очень тяжело и малоэффективно Но у этих торпед есть один плюс У них короткое время перезарядки По глубинным бомбам обладает лучшими средствами борьбы с лодками, чем допустим Холланд У которого бомбы имеют на 400 единиц меньше урона И в заряде на 4 бомбы меньше, чем у Гданска В параметре ПВО уступает большинству эсминцам отсутствием дальней ауры ПВО Хотя при этом есть мощная средняя аура, которая мало спасает от авианалетов По маневренным данным однозначно есть плюс максимальной скорости хода Которая может конкурировать с советскими и французскими эсминцами Из недостатков большой радиус циркуляции По маскировке обладает худшей заметностью среди эсминцев И также обладает большими габаритами самого эсминца По которому нетрудно будет попасть даже не самому точному линкору По расходникам для меня однозначно есть плюс Хотя и время работы расходников меньше, чем у конкурентов Сейчас речь идет про Форсаж и РЛС Но зато они откатываются в половину быстрее Что является огромным преимуществом в активном бою И еще один минус это навыки командира Если у вас не прокачанный командир хотя бы минимум до 14 очков навыков Играть на этом эсминце будет очень трудно И напоследок я хотел бы вам показать фрагмент из рангового боя Где ко мне почти прямым бортом шел американский крейсер Салим Я его обстреливал фугасами Но если бы у меня были парнебойные снаряды На такой дистанции возможно было бы вытащить из этого крейсера пару цитаделей Например француз или немец точно смогли бы К сожалению мой союзник на немецком крейсере не хочет играть активно Хотя у него есть преимущество У него есть торпеды, а вот у Салима их нету Гиндетбург мог бы с легкостью забрать Салима на торпедах Но увы он занимается какой-то херней Поэтому основную работу приходится делать мне Я с легкостью забираю на торпедах американский крейсер зажатый в островах После чего выдвигаюсь вперед для того чтобы сдерживать натиск другого американца Монтана, которая выехала на центр карты и решила вести на стрел по моим союзникам К сожалению мои торпеды не так эффективны против линкоров Особенно когда и скидываешь в нос Но тем не менее дымовая завеса позволяет мне хорошо поработать из артиллерии по американскому линкору И обратите внимание сколько я сделал по нему выстрелов из всех семи орудий И лишь только напоследок я смог повесить ему пожар Поэтому навык взрывотехник на этом эсминце я уверен будет приносить немного пользы Поскольку пожары иногда прокают, а иногда и вовсе нет Мой совет для тех кто задумывается качать ли ему эту ветку или не стоит Если у вас не прокачаны другие ветки артиллерийских и торпедных эсминцев То я рекомендую повременить с этой веткой Ведь особой необходимости в приобретении данного эсминца я не вижу На этом моменте я буду заканчивать свой видео обзор по Гданску Большое спасибо всем тем кто досмотрел это видео до конца Надеюсь вы оцените это видео своим лайком Ваша поддержка мотивирует меня делать другие видео по этой игре Субтитры сделал DimaTorzok